рад приветствовать вас на своем канале я кинодруг здравствуйте здравствуйте дорогие горячо любимые неисчислимые листатели нашего журнала каламбур успевший полюбиться многими сегодня приятная ностальгия теплые воспоминания о молодости и детстве каламбур pictures представляют начнем с того что уже означает слова каламбур каламбур в переводе с французского означает игра слов такое название получил и проект однако на начальных этапах именование проекта было присвоено карточной комбинации full house в покере full house пятикарточная комбинация три карты одного и две карты другого достоинства то есть три клоуна и два комика сергей глотков татьяна иванова и вадим набоков комик 3 под названием магазин фу слился с дуэтом сладкой жизнь составе которого был юрист цыцковский и алексей агапиен но давайте все по порядку начнем с истории с чего все начиналось сама концепция была придумана еще в начале 90-х сергеем глотковым и вадимом набоковом но только в середине 90-х комик группа full house решает создать свое уникальное направление журнал видеокомиксов так рождается начало сейчас наступает черед нашей следующей рубрики самый первый сюжет был снят 8 апреля 96 года в целом за два месяца работы было отснято 12 серий но была небольшая совсем крошечная проблема заказчиков не было изначально то есть это проект мог и не пойти дальше той съемочной студии если не исполнительный продюсер ирина козырь и ведь фамилию под стать карточной группе и этот полный домик как переводится слово full house могло разрушиться как карточный домик но козырь решила дальнейшую судьбу проекта генпродюсер юрий владарский совместно с ведущими режиссером юристов сковским решает частично изменить отснятый материал нововведение также коснуться название проекта будет присвоено уже знакомое многим сейчас название кламбур заказчиком станет канал орт на котором с октября 96 по сентябре нулевых будет транслироваться программа приблизительное количество за четыре года составит более 80 выпусков уже в декабре того же года премьера нового сезона состоялась на канале ртр ныне канал россия переехали из первой кнопки на вторую но в середине 2001 года был показан последний выпуск а далее успешный телепроект был закрыт повторные показы транслировались периодически на разных каналах но уже как говорится с переделками вырезаны не отдельной рекламой и сокращением хронометража под стандарты телеканалов после одноименный комик театр не снизка в популярности вне телеэкрана распалась в обратной последовательности которые собиралась юрий стыцковский алексей ягопьян занялись новыми проектами а глотков набоков и иванова продолжили эстрадную деятельность более десяти лет немногочисленных выступлений и к семнадцатому году прекратила свои существования и трио сергей глотков взял паузу а вадим навбоков и татьяна иванова продолжили работу на сценах одессы попытки возрождения проекта были осуществлены отдельными и участниками однако коллектив так и не решился на этот шаг оставив все как есть деревня дурачков пилот и авиалайнер и железный капот у каждого была своя любимая рубрика моя к примеру это как раз таки деревня дураков тогда это было смешно сатира чистом виде местами глупо и наивно иногда смешно и порой даже очень но удивительно неординарно для своих лет и без пошлости и шуток ниже пояса для своих годов однозначно прекрасно наряду со своими современниками если дождь и осень снова рядом снаружи грустно пасмурно внутри если все вокруг с печальным взглядом журнал каламбур посмотри там и клоуны там и комики там и шутки там и комиксы отцы кукки веселой арсеналу не расскажу жутки в любую время года видео комиксов журнал журнал не